Окончание курортного сезона, самое время для творческих коллективов, для творческих людей города поднимать свои, повышать горизонты. У нас сегодня в гостях основатель цирковой школы, первой цирковой школы в Крыму, руководитель молодежного актива Республики Крым Сергей Селимов. Сереж, привет! Очень рада тебя видеть в студии, давно мы так уже не встречались. Недавно ты принял участие в шоу-конкурсе таланты и не просто принял, а выступил в роли жюри. Расскажи, как оценивал юных крымчан и можно ли уже рассказать про первые промежуточные результаты? Слушайте, ну в субботу прошедшую уже вышла первая телепередача, первый кастинг, уже первых 20 или 22 ребенка выступили, показали свои таланты. И я вам могу сказать, что Крым очень талантливый, а дети просто волшебные и замечательные. Хочу поблагодарить канал Первый Крымский, который пригласил меня стать частью этого шоу. Замечательное шоу. Те, кто еще не видел, обязательно посмотрите. И нас ждет еще три кастинга, уже в эту субботу выйдет второй кастинг, а потом все, как и сегодняшняя передача, будет в прямом эфире. То есть вообще можно будет смотреть и болеть за наших деток, так сказать, прямо на экране и вживую. А что это за конкурс? Основные критерии оценивания какие? Таланты – это в принципе конкурс, который основан на таких же талант-шоу, которые проходят по всему миру, но в нашем случае он проводится в этом году только для деток с 5 до 14 лет. И в принципе он оценивается в трех категориях. Это хореография, вокал и оригинальный жанр. Я в свою очередь отвечаю за оригинальный жанр, и детки, которые выступают в оригинальном жанре, стараются понравиться именно мне. Кроме этого, недавно тебя вместе с коллективом пригласили в Саудовскую Аравию, и не просто так, а на какой-то праздник. Расскажи, как вас встретили на… Слушайте, ну коллектив вообще достаточно известный и знаменитый, поэтому мы часто ездим по всему миру. Но в данном конкретном случае это уникальный случай. Вы наверняка знаете, что в Саудовской Аравии новый молодой принц, и он меняет сложившиеся устои в своей стране, и в частности очень многие саудовцы уезжали для того, чтобы посмотреть хорошие яркие шоу из страны, тем самым вывозя богатство. Ну, рядом с ними Арабские Эмираты, где постоянно что-то проходит. И он решил это изменить, и вот 15 сентября стартовала эта история, называется «У них национальный день Саудовской Аравии». И со всего мира он пригласил огромное количество артистов, в том числе и ваш покорный слуга съездил. А из Крыма только мы поехали? Да, из Крыма поехали 6 человек, это члены нашего коллектива. А программа мероприятия какая? Ну, это народные гуляния. Саудовская Аравия, для россиян, знаете, любая страна маленькая. На самом деле Саудовская Аравия очень большая страна, то есть перелеты с одного города в другой занимают по 2 часа, как у нас, собственно говоря, в Москву. И вот эта огромная страна, ее населяют тоже, как и нас, очень многие народы. И эти народные гуляния, как наше 4 ноября, оно объединяет всех в единую историю. И ходулисты, которые туда поехали, они все были одеты в национальные костюмы разных народов, населяющих. То есть в первую очередь вы на отдых туда поехали, правильно? Так нет, подождите, мы... Ну, получилось, что да, что мы поехали на народные гуляния и присоединились к ним. Но вообще подход, подготовка и все остальное было как к работе, и мы готовились. Вы не подумайте, мы не только отдыхаем. Артисты, это, конечно, история такая. Кажется, всем на один праздник съездили, на другой праздник съездили. Нет, это большая подготовка, большая работа. Вот недавно мы съездили в очередной раз на Вселенский карнавал огня в Москву. Стали лучшим огненным театром Российской Федерации в 2019 году. Вот, об этом есть информация. Ой, спасибо огромное. И давайте еще вот вкратце расскажи мне про планы. По традиции про планы. Без проблем. Смотрите, ну, первое, что произойдет уже на следующей неделе, наш коллектив едет представлять город Евпаторию в город Красногорск. Это город Побратим Евпатории. Там проходит фестиваль для городов-побратимов. И вот одна из, так сказать, вещей, которая будет, это презентация города. И наш коллектив везет туда номер совместно с песочной анимацией, которая туда везет. Спасибо, Сереж, большое, что нашел время прийти к нам в студию, в студию «Утро нового дня». На этом у меня все. Это были все новости к данному часу из Евпатории. И, конечно, все новости к данному часу.